Имеется ввиду, покажите мне, он говорит, моих родственников на государственных должностях. Сказав это, через несколько лет Кадыров скажет уже вот это. Иди, вам не кажется, что в руководстве республики, в органах власти, слишком много ваших родственников, близких и односельчан? Спасибо. Ну, а кого еще? Если не близких. Чудей тут дома, не подпустите дома. Страничка. И там было запустино вот такое видео, давай его посмотрим. Неизвестно где. Уже 4-5 дней даже, нету людей. И вот со списками ходим, разбираемся. А они думают, что это значит, Кадырова ничего не делала. А Кадырова уже столько наговорил этим генералам, что я уже сейчас генерала боюсь. Я никогда ничего не боялся. Я на вертолет последние 7-8 месяца не садился. Потому что я знаю, что сабьют. Итак, Кадыров у нас где-то в 13-м году, по-моему, в 13-м он назначал этого Хучиева на должность премьера. И вот при его назначении он говорил о том, вообще по какому принципу он берет на работу, назначает людей. И что якобы он родственников односельчан не назначает. Давайте сначала коротко послушаем вот этот видеоотрывок. Какие-то, говорят, люди недостойные пишут там комментарии, что якобы для того, чтобы устроиться на работу, нужно быть односельчанином Кадырова, типа из Хоси Юрта. Или его родственникам. Покажите мне, говорит Кадыров, покажите мне моих родственников, которые работают на, типа, денежных местах, что ли, как-то так. Ну, в общем, в тех местах, где можно, типа, заработать деньги. Ну, для начала вообще я не буду даже вдаваться там в его односельчан. Просто, если просто пройтись по его родственникам, то все практически посты в республике занимают его родственники. Все его племянники сегодня при делах у власти. Его сын, его брата, Хамзат, глава Курчулоевского района. Сын его сестры, мэр города Грозного. Сын его другой сестры, начальник ГИБДД республики. Его же брат, руководитель какой-то там телекоммуникационной компании. Там этот зять, который женат на его дочери, дочери Кадырова, возглавляет паспортный стол, как он в России называется. Миграционная служба, по-моему, ее возглавляет эту службу. В общем, просто если пройтись по родственникам, его сестра одна, департамент дошкольного образования, полностью все садики, все вот эти вот, все, что касается дошкольной темы, все в руках его сестры. Ее муж, министр транспорта и связи. Другой, значит, как это, зять называется, который женат на его сестре, на другой сестре, который женат. Все стройки в республике, все, что строится по федеральным программам, всем заведует он. Его брат до недавних пор был, до того, как он поставил мужа своей дочери, начальником миграционной службы, был он. Сейчас он его перевел на другую должность. Другой его двоюродный брат, значит, сын сестры его матери, глава Шалинского муниципального района. Да, это можно перечислять без конца. Это я не говорю просто о его односельчанах, как, например, министр внутренних дел является его односельчанином. Там всевозможный, там, допустим, руководитель Совета Безопасности был сначала, потом руководитель администрации, главы правительства был. Сейчас я даже не знаю, что он за должность занимает этот Усмаев, который уходит. Его односельчанин. Начальник ОМВД по городу Грозный, его односельчанин. Мэр города Аргуна, его односельчанин и его родственник Кадыров, Хас Магомед. Ну и, конечно же, не будем забывать Ислама Кадырова, который тоже является его односельчанином, его родственником из одной фамилии и люди. Занимал различные должности и мэра, и руководителя администрации, главы правительства, и вице-премьера. Пока не был освобожден от должности. В общем, все, что можно в республике, вот все денежные места, он так сказал, я не знаю, что он подразумевает под денежными местами. Может, он имеет в виду управляющих банками, как бы деньги лежат в банках, и он имеет в виду, что у него нет родственников, управляющих банками. Если так, то, но не согласимся, так как денежные места, это любое место, где есть федеральные денежки, где можно воровать из бюджета, где можно делать фиктивные договора, обналичивать эти деньги. Вот это все денежные места, и все эти места занимают родственники Кадырова. Но самое интересное, что тогда, в 13-м году, сделав это заявление, мол, покажите мне моих родственников, которые бы занимали какие-то денежные должности, то есть имеется в виду, покажите мне, он говорит, моих родственников на государственных должностях. Сказав это, через несколько лет Кадыров скажет уже вот это. Рамзан Ахматович, за время работы на посту главы республики, вы собрали свою команду, и судя по ситуации в республике, она оказалась довольно эффективной. И тем не менее, вам не кажется, что в руководстве республики, в органах власти, слишком много ваших родственников, близких и односельчан? Спасибо. Ну, а кого еще? Если не близких. Чужих дома, не подпустите дома. Видимо, уже наличие родственников и односельчан на должностях государственных уже стало настолько явным, что так нагло это отрицать он уже не стал. И говорит, а кого же еще ставить? Конечно, своих родственников, тех, кому я доверяю, надежных только я, говорит, ставлю на должность. Зачем-то нам нужно было несколько лет назад говорить, покажите мне моих родственников, занимающих должность. В общем, столько противоречий в этом человеке. Я же говорю, вот сейчас просматривать архивные видеосъемки, это какое-то отдельное удовольствие. Столько там двойных стандартов, столько лжи, столько всего выявляется интересного. Саламу алейкум, Тумсо. Что тебе дает критика Кадырова? Душевное спокойствие? Ваалейкум ассалам. Это мне дает некое чувство того, что я сделал, сделал то, что должен был сделать. То, что в моих силах, хотя бы словом, я противостоял несправедливости. Вот что мне это дает. Я надеюсь, что это станет для меня оправданием в день суда. Я хочу вам кое-что показать. У меня есть для вас кое-что. Как обычно. Я пришел сегодня в эфир не с пустыми руками. Кадыров, хоть ты и ушел в отпуск из-за нетрудоспособности, мы тебя все равно в покое не оставим. Мы будем тебе задавать вопросы. И вот тебе мой вопрос. Ты всегда отрицаешь, что твоего отца убила Россия, что его убил Путин. Ты приписываешь его убийство кому угодно. Басаеву, Хаттабу, Абу-Валиду. И я уже запутался в этих именах. Даже Ямадаеву с Аллу Алхановым. Они даже обвинялись в убийстве твоего отца. Тобою причем. Так вот, недавно аккаунт в инстаграме, который называется Ахмат, по-моему, он так и называется. В общем, там постится все то, что делал твой отец. Это такая ваша, прогадыровская такая страничка. И там было запострено вот такое видео. Давай его посмотрим. Неизвестно где. Уже 4-5 дней даже. Нету людей. И вот со списками ходим, разбираемся. Они думают, что Кадырова ничего не делал. А Кадырова уже столько наговорил этим генералам, что я уже этих генералов боюсь. Я никогда ничего не боялся. Я на вертолет последние 7-8 месяцев не садился. Потому что я знаю, что садят. Так что круг очень западный. Вот видишь, Кадыров, в отличие от тебя, твой отец прекрасно знал, откуда ему стоить. Он не стоит ожидать удара. Он знал, кто его хочет убить. Кто его убьет. Он знал, кого ему нужно опасаться. И он даже этого не скрывал. В отличие от тебя, хоть он и был ничуть не лучше тебя. Он такой же, как и ты. Даже хуже, наверное, потому как он является основоположником в вашем предательстве. Но тем не менее, он, по крайней мере, не отрицал, что опасность он чувствует именно от России. Что именно российская армия, что они его могут сбить, если он будет лететь на вертолете. Он этого не скрывал. Он говорил об этом открыто. В отличие от тебя, ты же упираешься, упираешься очень сильно так, пытаясь повесить это убийство на кого угодно. Хотя, я убежден, что ты прекрасно понимаешь, кто на самом деле твоего отца убил. Ты знаешь, ты не то, что ты это чувствуешь, ты это знаешь. Ты лучше меня даже, наверное, понимаешь. Потому как ты был в этой теме, ты знаешь, почему ты в этот момент оказался в Москве. Ты встречался с Путиным, ты чувствовал все вот эти вот разговоры, которые ходили там вокруг да около. Ты все это знаешь. Хоть ты не сильно одарен умом, но это тот момент, который ты хорошо понимаешь. Но ты не можешь его признать. А твой отец признавал. Твой отец признавал и опасался именно вот сегодняшних твоих друзей, твоих хозяев. Было очень интересно увидеть это видео. Вообще, смотришь какие-то эти хроники, столько всего интересного узнаешь. Вроде бы ты и раньше видел эти записи, но много таких моментов, на которые ты не обращал внимания. И сейчас это как будто бы такое новое дыхание у этих видео. Это очень круто. Субтитры создавал DimaTorzok